Всем привет, в этом видео я расскажу как сделать обычного пользователя администратором в операционной системе Windows 10, 8 и 7, а еще как включить или отключить встроенную учетную запись администратора. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Сразу при установке операционной системы, первая созданная учетная запись имеет права администратора, а вот последующие будут обладать правами обычного пользователя. Если вам нужно дать права администратора обычному пользователю, смотрите далее. Я покажу несколько способов, как это можно сделать. Для того чтобы сделать пользователя администратором в Windows 10, откройте параметры, учетные записи, семья и другие люди. В этом разделе нажмите по той учетной записи, которой нужно присвоить такие права и выберите изменить тип учетной записи. В открывшемся окне, в поле тип учетной записи, выберите администратор и нажмите ОК. Вот и все. При следующем входе в систему, этот пользователь будет обладать правами администратора. А следующие способы подойдут, как для Windows 10, так и для более ранних ее версий. Используя для этого панель управления, откройте ее, выбрав меню Пуск или впишите в строку поиска. Здесь выберите пункт Учетные записи пользователей Управление другой учетной записью. Затем выберите нужную и в открывшемся окне нажмите изменение типа учетной записи. Установите отметку напротив Администратор и подтвердите свои действия, нажав Изменение типа учетной записи. После внесения изменений, выбранный пользователь будет иметь право администратора. Еще один способ, с помощью встроенной утилиты, локальные пользователи группы. Для этого откройте окно Выполнить с сочетанием клавиш Windows плюс R и в открывшемся окне введите lusermgr.msc. Здесь перейдите в папку Пользователи и дважды нажмите по нужному. Далее кликните по вкладке Членство в группах и нажмите Добавить. В этой строке введите Администраторы и нажмите ОК. Затем в списке выберите Пользователи и нажмите Удалить, а затем ОК. При следующем входе в систему этот пользователь будет иметь соответствующие права. Еще один универсальный способ это сделать, используя командную строку. Запустите ее от имени администратора и введите команду NetUsers. После чего Вы увидите список всех учетных записей. Теперь запомните точное имя учетной записи, которой нужно присвоить право администратора. И введите команду NetLocalGroup, Администраторы и имя нужного пользователя. Затем введите команду NetLocalGroup, Пользователи, Имя нужного пользователя, Слэш Делит. Здесь нужно указать имя пользователя, которому Вы присваиваете права администратора. После этого пользователь будет добавлен в список администраторов и удален из списка обычных пользователей. В некоторых сборках на базе англоязычной версии, возможно нужно будет использовать Administrators и Users на английском языке вместо администратора и пользователей. А если имя пользователя состоит из нескольких слов, возьмите его в кавычки. Все вышеупомянутые способы требуют наличия права администратора в той учетной записи, из которой Вы будете осуществлять эти действия. А если Вам нужно это сделать из учетной записи, которая не обладает такими правами, процесс будет немного сложнее. Нужно будет либо сбросить пароль для учетной записи с правами администратора, как это сделать смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. А затем просто зайти под администратором и воспользоваться одним из ранее показанных способов. Или же посмотрев указанное видео, дойти до этого по запуску командной строки и воспользоваться способом с командной строкой, о котором я говорил ранее. Также в операционной системе Windows есть встроена учетная запись администратора. Чтобы ее включить, откройте командную строку от имени администратора и введите следующую команду. Net Users Administrator Slash Active Yes И нажмите Enter. После введения данной команды, учетная запись администратора будет активирована. А чтобы отключить ее, нужно лишь изменить Yes на No. Net Users Administrator Active No Бывают ситуации, когда кроме такой учетной записи, других попросту нет, она является единственной. А причина, по которой пользователи хотят ее отключить, это всплывающее уведомление, не удается открыть приложение. Это приложение невозможно открыть, используя встроенную учетную запись администратора. Войдите с другой учетной записью и попробуйте еще раз. В такой ситуации, вы можете создать новую запись с правами администратора. Как добавить учетную запись, смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. А затем отключить встроенную. Но помните, что если вы долго работали в этой учетной записи, при отключении, все документы фото и видео, которые находятся в системных папках этого пользователя, станут недоступными. Поэтому прежде скопируйте ее в другое место, создайте новую учетную запись, присвоите ей права администратора и перезайдите в систему. После этих действий, вы сможете использовать свою операционную систему без ограничений. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.